Я попросил включить видео, если это тот самый ЭКПЭТ. Вот Лев Моисеевич у нас в эфире. Все, порядок. Спасибо. Лев Моисеевич, рад вас видеть. Извините за технические какие-то накладки, которые у нас произошли. Прошу вас простить. Большая конференция. Вы понимаете, что онлайн-формат имеет какие-то свои нюансы. Очень рады, что вы сегодня открываете эту конференцию. Но я думаю, что профессор Щеглов не нуждается в особых представлениях. Это лидер нашей Петербургской Ленинградской школы сексологии. И все вы прекрасно знаете Льва Моисеевича по его многочисленным научным исследованиям в области сексологии. А также мы очень ценим Льва Моисеевича за его активную гражданскую позицию. О чем я хотел бы особо подчеркнуть. Лев Моисеевич, вам слово. Пожалуйста. Спасибо. Ну что ж, дорогие друзья и коллеги, прежде всего хочу поздравить вас с тем, что на самом деле организовал Олег Старостин со своей командой. Я прекрасно понимаю эти технические трудности, муки и прочее. Но за это отдельное спасибо. И хочу сказать, что, надеюсь, здесь собрались люди заинтересованные, люди, которые понимают, почему это Либиховские чтения, потому как мне так представляется, что в основном у врачей, а у врачей, связанных с личностью человека, психологов, психиатров, психотерапевтов, это еще более, мне кажется, оценивается, что это именно память об учителях. Это очень важная история. Есть одна из хасидских притчей, а мы знаем, что на притчах как бы выстроено одно из фундаментальных психотерапевтических направлений, как концентрации определенных неосознанных человеческих импульсов и движений. Так вот, в одной из притчей ученик задает учителю вопрос, так как хасидские притчи, они все на вопросах ответов. Что скажи, о, учитель, в доме пожар, и в этом доме мой отец и учитель, а я могу вытащить только одного. Учитель говорит, это страшная история, ты должен тащить двоих из последних сил. Но упрямый ученик говорит, нет, у меня силы только на одного, и в доме горящем отец и учитель. И тогда мудрец, которого вопрошает ученик, заплакал и сказал, «Сын мой, я тебе должен сказать страшную вещь, вытаскиваю учителя». Понятно, что это гиперболы, понятно, что это притча, понятно, что задана почти, фактически невозможная для жизни история, но, однако, ответ остался зафиксированным, и мы его сейчас услышали. Ну, давайте начнём с того, что тема моего сегодняшнего сообщения звучит как сексоголизм, хомоэротикус или современный сексоголик. Мы знаем, что первостатейное определение того существа, к которому относимся мы, — это хомо сапиенс. И вся история жизни человека показывала, что никакой уж не сапиенс, как зафиксировано в этом определении. Потом великие мыслители, философы, психологи предлагали человек, играющий, хомо людус, человек, сомневающийся, человек, любящий, человек, работающий. Короче, определение вот этих человеков, их тьма. В какой-то мере можно сказать и о хомоэротикус, потому как вслед за столпами психоанализа мы прекрасно с вами понимаем, что сексуальная сфера — это не та сфера, которая связана только с ферментами, сосудами, нейротрансмиссорами, так называемой химией. Но прежде всего связана со всеми пластами человеческой психики. Конечно же, то, что сегодня звучит как сексоголик, сексоголизм, это, безусловно, и термин сегодняшнего дня. Его сравнительно недавно предложил автор «Гросс». И его понять, в принципе, невозможно вне социально-культурного контекста. А каков сегодня этот социально-культурный контекст? Без оценки, а просто как факт, мы можем отметить, что массовая культура сегодня основана прежде всего на принципе гедонизма. В огрубленном виде мир — это рынок, любое жизненное явление — это товар, человек является потребителем товара. Не случайно любое сделанное человеком от выкованного болта до поэтического текста принято сегодня называть продуктом. Принцип этого мира потребления — это «Don't worry, be happy, relax». То есть личность и индивидуальность стали как бы не защищены покровами каких-то тайн. Индивидуальность и особенности личности стали рассматриваться через призму нормального-ненормального. К сожалению, это пронизывает как явление массовой культуры, так и зачастую логику и специфику профессионального мышления. Интересно, что скажем, если мы даже сравним трактаты древности от кама-сутры до средневековых каких-то пособий, то все они называются «Искусство любви», «Любовь с тобой», «Искусство спальни». Сегодняшняя брошюра называется «Техника секса», «Технология сексуального контакта». Заметим, насколько это связано с внутренними смыслами. Следует сказать, что XIX и недавно прошедший XX век, конечно, в связи с психоаналитическим учением, оставил после себя представление о том, что интеллектуальные достижения и творческие прорывы и человека, и человечества вообще могли трактоваться как сублимация либидо. Сейчас же это трактуется как стрессовый фактор для сексуальной деятельности, синдром менеджера, синдром хронической усталости. Заметим, существенное семантическое отличие. Человек современного общества — это как бы соглашатель и конформист в бесстрессовом мире, желающий только комфорта и удовольствием. Если в недавнем прошлом, заметим, диссиденты не сильно-то боялись по-настоящему мучительных сроков тюремных и реальных преследований, сегодняшний конформист вполне так же боится потерять блага, деньги, преференции. Следует сказать, что это фон. Это фон для возникновения всякого рода зависимостей, не обязательно патологических, потому как действительно теряются смысловые посылы. И в связи с этим было несколько попыток зависимость как бы от секса, мы пока говорим в таких общих чертах, внести в МКБ-11 и в ДСМ. Ну, следует вспомнить, что эти несколько попыток были отбиты Всемирной Организацией Здравоохранения. Также в Соединенных Штатах в ДСМ она не внесена. Вот это якобы новая зависимость, которую мы называем вслед за градусом сексоголизмом. Значит, в то же время, как ни парадоксально, прежде всего в Соединенных Штатах разработаны конкретные программы по коррекции помощи, а по сути излечению сексоголизма. То есть в рубрификаторе нет такового, диагноза такового нет, реальная помощь в группах осуществляется и основана она, конечно, на знаменитой программе «12 шагов». Какие основные сегодня фиксируют признаки сексоголизма? Их несколько. Первое — это неумение выстраивать устойчивые отношения. Человек нисколько не желает длительных отношений, сколько у него не получается. В контакте с клиентом, пациентом, мы часто слышим, да не хочу я каждую неделю менять партнера, я очень хотел бы жить с каким-то человеком, иметь с ним общие взгляды, проводить время. Я пытался столько-то раз, не получается. то есть люди, которые как бы как бабочка порхают от сексуального партнера к следующему к следующему. Далее, склонность зафиксирована вполне объективно этих людей к так называемым рискованным сексуальным экспериментам при полной объективной оценке этого эксперимента. То есть, скажем, сексоголик говорит, безусловно, я понимаю, что это странно и никчёмно, но я периодически участвую в свингер-вечеринках, принимаю участие в групповом сексе, при том, что если бы не моё желание, я бы, пожалуй, оценивал это как плохо. Следующий критерий. Постоянная установка на секс. Человек как бы в любой момент склонен к любым сексуальным действиям, я подчёркиваю, к любым. Это может быть созерцание порнопродукции, это может быть посещение стрип-клуба, это может быть ласки и пейтинг, это может быть конкретный сексуальный контакт. Всё эротическое для него как бы постоянно потенциально привлекательно. Следующий критерий. Точная фиксация при сексуальной абстиненции, даже, скажем, незначительной, нарастают астеническо-депрессивные синдромы. Нарастают. Следующим критерием идёт отсутствие представления о сексуальной норме. То есть эти люди полагают, и сегодня это считается модным взглядом, что критерии нормального или патологического в сексе они ускорили, никаких границ нормы якобы не существуют. И именно как бы современная и адекватность 21 века их толкает в том, что разделение на нормальное и патологическое якобы в сексуальной сфере вообще исчезло. Предпоследний критерий это постепенное разрушение активности в других сферах. То есть это фактически аддиктивный признак, когда постепенно эротическая сфера становится самодавляющей. Семья, финансовые проблемы, карьера, забота о близких постепенно отступают на второй план, становятся незначимыми вплоть до разрушения. И, наконец, последний критерий достаточно важный — это неумение воспринимать сексуального партнёра как личность. Он воспринимается как инструмент фантазии, инструмент удовольствия, в самом крайнем случае как соратник в поисках этих ощущений, но как личность с совершенно уникальными своими переживаниями, чувствами, желаниями и нежеланиями, он не воспринимается, не игнорируется, а именно как бы не воспринимается. Ну и, наконец, перейдём к тому, что вслед за автором термина «Гроссом» может наблюдаться как бы в структуре этого явления. Считается так, что первая ступень проявляется в чрезмерной фиксации внимания на сексу. Внимание на сексуальной сфере. Условно говоря, это те старые полушуточки, сколько раз в день ты сегодня подумал о сексе. Здесь речь идёт о том, что много раз, причём речь идёт не об абстрактных каких-то размышлениях, скажем, о проблемах, китайского эроса. А всё связано со своими ощущениями, с поиском собственного возбуждения. Поэтому эта первая ступень часто начинает фиксироваться в том, что человек начинает коллекционировать порно-эротические материалы, становится таким постоянным посетителем всяких эротических шоу, салонов, стрип-клубов, конкурсов и тому подобное. Расценивается чаще это как хобби, как некие эротические особенности, не более того. Вторая ступень для сексоголика состоит в том, что прежние стимулы становятся привычными, мало как бы привлекательными и подобно конечно это это очень условное сравнение, но подобно наркоманам происходит как бы переход от легких наркотиков в кавычках легких тяжелым. То есть постепенно фантазии сменяются действием, постепенно созерцание конкурсов красоты, эротических шоу, стриптизерш, переходят к непосредственным действиям, зачастую организованные за деньги. И очень важный критерий это то, что зачастую сексоголик начинает переходить границы того, что еще на первой ступени он сам считал не очень-то нормальным. То есть речь идет о том, что контроль за своим сексуальным поведением имеет объективные признаки снижения. И наконец третья ступень это мучительная ступень постоянных поисков все более острых сексуальных ощущений. Поведенческий порог в отношении партнера снижается, что зачастую и приводит сексоголика к совершенно отчетливым криминальным действиям. И здесь уже речь идет о судебной сексологии, в которой часто приходится принимать участие. И речь может идти уже о конкретных диагностических и юридических терминов, как педофилия, садистические действия, насилие, геронтов и тому подобное. Значит, на сегодняшний день я стараюсь подытожить, понимая, что большое очень количество участников, стараюсь соблюдать максимальный регламент. Сексоголизм, на мой взгляд, связан с социальным контекстом, ибо ничего не возникает из ничего. это знак времени или вызов времени. Сексоголизм на сегодняшний день не является диагностическим обозначением, но совершенно точно является неким фактом сексуальной жизни современного человека. Сексоголизм, это субъективное моё ощущение, будет развиваться, и, возможно, то, что сегодня он не зафиксирован в ДСМ и МКБ-11, совсем не будет таковым же завтра, возможным. То есть это тема для исследований, наблюдений и размышлений, к которым я вас, уважаемые коллеги, и призываю. Итак, я считаю, что я сказал то, что я хотел сказать, и надеюсь на дальнейшее продуктивное проведение конференции. Спасибо за внимание. Спасибо, Лев Моисеевич, за интересный доклад. Особая признательность за чёткое соблюдение регламента и уважение к докладчикам. Возможно, есть вопросы. Я вижу, в чате спрашивают, какой процент в современном обществе сексоголиков. Есть ли какие-то по этому поводу данные, научные исследования в нашей стране, может быть, за рубежом, хотя бы какие-то ориентиры, чтобы, в общем-то, представить объём этой проблемы, этой темы? Да, безусловно, есть, но ещё раз хочу сказать, что это не слишком объективно. Для меня является достаточно значимым мнением основного исследователя Гросса. По его соображениям, порядка 7-8% популяции сегодня в возрасте от 20 до 50 лет имеют признаки сексоголизма. Ещё любопытно, что среди этих 7-8% он отмечает, ну это, собственно, во всех сексуальных девиациях, он отмечает, что 80% это представительство мужчин. Но это старая и тоже не до конца понятная вещь. Вообще в судебной сексологии, в девиантном сексуальном поведении до 90% это мужские дела. У женщин это, если и представлено, то суббобо в символическом виде. Мужчина-эксгибиционист выскакивает обнажённый, и дальше это идёт дело о злостном особо циничном хулиганстве. А женщина-эксгибиционист будет иметь вырез чуть больше, юбку чуть короче, влечение к саунам, нудистским пляжам. То есть женские проявления, очень контролируемые и очень социальные. Они вне судебных процессов. Но это примерные более точные никто не знает. И вот спрашивают, у нас есть время, здорово, что у нас есть время на вопросы-ответы, вызывает живой интерес ваш доклад, очень много благодарностей, Лев Моисеевич. И вот про женщин, сексоголиков спрашивают, то есть всё-таки это привилегия мужская или всё-таки это и женская. От меня тогда вопрос, нимфомания, это как-то вообще про это или это другой, скажем так, другой вид расстройства или другой феномен? Очень хороший вопрос, потому что на него можно ответить. Отлично. Да. Другой, другой. Нимфомания и сатириазис мужчин, они как раз внесены в ДСМ, потому что речь идёт по разным причинам и зачастую совместно с эндокринологами речь идёт о повышенном сексуальном влечении, о неуправляемом сильном либиду. Это всё-таки несколько другое. А сексоголизм это всё же зависимость прежде всего, связанная с культурно-социальными, психологическими причинами, а не с ядрой гормонов. И сексоголиком может быть человек с очень слабой половой конституцией, он может торчать в этих клубах бесконечно и максимум потом возможно мастурбировать, а возможно уже и нет. Это вот эти даже, скажем, вполне встречаемые в жизни странные неприятные типы, у которых течёт слюна, но действий-то фактически нет. то есть нимфомания и сатириазис это всё-таки близкие вещи, но раздельные. И вот женский всё-таки женский сексоголизм он как-то насколько он представлен, отличается ли? Он, опять же, либо он тщательно как бы камуфлируется социально возможно менее как бы одобряем там, да? Конечно, да. И здесь, конечно, феминистки бы сейчас были бы уместны кстати. Дело всё, всё дело с социально-психологическими ролями. Мужчина почти во всех культурах многие сотни, а то и тысячи лет был признанным сексуальным охотником, а женщина была признанной дичью. Кто за кем бегает, ну если курица бежит за петухом, ну согласитесь, для ветеринаров это некоторая странность. Это связано с определенными стереотипами культурными, с определенными квот лицет йовен он лицет бови, что дано одному, то не дано другому. И как раз сегодняшний 21 век, и сейчас мы даже можем на одну секунду выйти за рамки сексологии, он показывает слом очень многих стереотипов, и слом этот зачастую доводится до абсурда, что мы и видим в борьбе за права мужчин и женщин, происходящих в Соединенных Штатах, Европе, аж тем более у нас, эти сломы стереотипов зачастую болезненные и даже несколько ужасающие. в этой связи продолжаются вопросы, у нас есть еще буквально несколько минуток, продолжаются вопросы в чате, как будто бы в продолжении того, что вы сказали, может ли быть это связано с сексоголизм с тем, что люди обличены властью, то есть секс и власть, или это необязательно, и может ли это быть связано вот эти два момента, и еще другой такой интересный вопрос, а не связано ли всплеск сексоголизма с тем, что у людей стало больше свободного времени, я думаю, про фриланс речь идет и так далее, может ли это быть связано еще? Да, да, значит, ну давайте начнем со второго, конечно же, собственно, это понятно, что человек замученный трудом, ему просто не до того, то есть просто обычная формальная логика, чтобы просто взять и всех подвергнуть безделие и начнется взрыв сексоголизма, это, конечно, ерунда, вот, вот первый вопрос очень глубокий, да, безусловно, безусловно, секс и власть это очень связанные понятия, и это очень мощно зависит от субкультуры, вот наша субкультура в России, она, к сожалению, эту связь как бы утяжеляет, вся, скажем, наша криминальная психология, криминальный сленг говорит о том, что сексуальные действия – это проявление истории подчинения и доминирования, именно поэтому совершенно омерзителен действительно харрасмент, когда речь идет о начальнике и подчиненной, о преподавателе и студентке и так далее, когда зависимость есть доминирующего и подчиняющегося, это глубокая связь, но она размывается современной культурой, но говоря попросту, чтобы не тратить время, эта связь, наверное, ужасающая в Северной Корее, и, наверное, она же достаточно мягкая и снижающаяся, а то и отсутствующая в Швейцарии, вот такой примерно культурный фон, мы понимаем, что сексология, конечно, учитывает социальные факторы, мы без этого не можем говорить о целостном подходе. Лев Моизеевич, огромное количество вопросов идет, но, к сожалению, мы уже выходим за рамки предоставленные для вашего доклада, еще раз вас благодарю за участие, надеюсь, что вы присоединитесь к нашей дискуссии, которая будет в 8 часов, было бы очень приятно вас видеть. В любом случае, огромное спасибо, надеюсь, что на следующий год мы очно встретимся и вновь замечательно проведем время в Нарву ЕС с пользом и удовольствием для наших участников. Хочу сказать, что на вопросы вы можете задать в ходе дискуссии в 8 часов, если Илья Моисеевич будет присутствовать, он ответит. Кроме того, я передам чат Льву Моисеевичу и, возможно, в следующих выступлениях Илья Моисеевич раскроет эти темы, спрашивают по поводу записей. Записи мы рассылать, у нас зарегистрировалось более 700 человек, сейчас у нас участвует 130, мы рассылать не сможем каждому участнику запись наступления, запись ведется, запись будет, она будет выкладываться на нашем YouTube-канале, нашей конференции, нашей группе в Facebook, вы можете всю информацию получить через наш сайт narvaconf.com narvaconf.com Там будет вся информация, поэтому, пожалуйста, следите за обновлениями и еще раз благодарю Льва Моисеевича, мы движемся дальше, я бы хотел... И удачи! Спасибо вам огромное, спасибо, что вы с нами.